Вознаграждение за труды свои. 25 молодых людей и 33 наставника молодежи, среди которых преподаватели и ректоры петербургских вузов, руководители творческих коллективов и священники, получили знаки Святой Татьяны. На церемонии награждения побывали наши корреспонденты в Северной столице. Со школьной скамьи Алина Гущина принимала самое активное участие во всех мероприятиях. Пропагандировала здоровый образ жизни, организовывала акции. Всегда и всюду ее поддерживали. Поддерживала и мама. Я всегда говорила на вопрос о том, чем занимается Алина, я говорю, как всегда спасает мир. Потому что до всего ей всегда было дело, где бы она ни появлялась, все начинало крутиться, вертеться, все как-то она с собой зажигает, поднимает. Поступив в педиатрический университет, будущий детский врач продолжает свою благотворительную деятельность. Уже 4 года Алина находится под покровом Ассоциации задействия духовно-нравственному просвещению Покров. А для меня Покров это, ну, это как вторая семья, что ли. Потому что я здесь познакомилась с таким удивительным количеством людей, и они правда стали мне вот как семья, как вот просто близкие мне люди. И поэтому для меня эта награда, это не просто, ну, спасибо, что ты что-то делаешь, да, а за то, что это эти люди, которые, они меня поддерживают, они мне помогают, и они говорят, что давай, вперед, и делай что-нибудь еще, и мы тебя всегда поддержим, и тебе всегда поможем. Благодаря поддержке и помощи Ассоциации Покров студенческая молодежь может себя реализовывать в благих делах. За активную жизненную позицию уже на протяжении 10 лет лучшим из лучших вручается почетный знак Святой Татьяны. В Смольном соборе состоялась торжественная церемония. Вознаграждение за реальный труд приносит человеку всегда радость, надежду и, конечно, возможность реализовать свои таланты в завтрашнем дне, в будущем. Это самое главное. Педагоги и священнослужители, те, кто внес весомый вклад в воспитание молодежи, также не остались без внимания. Наставник. В числе других этим званием были награждены игумен Силуан Туманов и духовник Санкт-Петербургской духовной академии протеерей Вячеслав Харинов. В честь праздника Дня студенчества ректор Академии Штиглица Василий Китиджи от коллектива «Мухи» преподнес в подарок Смольному собору картину. Ее уникальность в том, что это одно из первых изображений собора в живописи. Специально для Смольного собора была написана картина, вид Смольного собора со стороны Ухты. Это копия с картинами Джамина Петерсона, которая с оригиналом находится в Эрмитаже. Поскольку оригинал подарить собору было невозможно, вот была сделана эта копия силами моими и студентов. В этот день награды получили не только учащиеся, но и преподаватели, ректорат и работники сферы образования. Так медаль святого первоверховного апостола Петра из рук архиепископа Петерговского Амвросия получил ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев. Закончилась программа галоконцертом лауреатов третьего международного конкурса духовной музыки «Зимняя сказка».